всех приветствую дорога между николаевом и крапивницким это жесть я такого не видел еще никогда два часа едем смотрите какие ямы это между областными центрами я называется вахере полном вахере это мне такой ехать надо в такой дороге это тут кусками по много-много километров есть куски нормальные а вот это что творится это кошмар я вышел потому что же надоело мне по тем ямам скакать машина в пылище как будто я не знаю мы ехали по каким-то полям даже не знаю где там шо там вон что тут творится уже даже невозможно все сказать представляете был перед этим помыл машину нашла на теперь похоже за даже терпение нету и пап чуть ли не пообстыкались пардон за слово да сколько говорю живу я такого не видел да тут танки даже не знаю фуры шли тут я думаю что я уже там зацепил опять под низом но просто невозможно ехать и как не доехать не знаю до капру крапивницкого вот такая вот здесь такая дорога я просто взял стабилизатор телефон даже не удержать не знаю когда я приеду в той крапивницкий если не будет лучше дороги сказали 70 километров вот таких ям полностью это конечно не знаю даже как сказать издевательство над людьми или хрен его знает куда рассмотрит правительство я тут ну просто в ахере и недовольны со всей силой нас такого я не знаю не видел короче никогда ничего подобного не видал вот такой у меня кратенький сейчас ролик и вон идут машины здесь сначала никого я думал что никого нету я спросил поедете да да говорит 70 километров плохой дороги ну я не думал что надумал плохая как заехать но я еду 10 километров в час как можно ехать быстрее вот таких 70 километров я не знаю до 20 бывало чуть чуть лучше где-то яма на ям я смотрю смотрю уже там не знаю желазил что глушак и не подрывать ничего не подрывать вот такой мест римчик короткий добренько едем дальше как-нибудь доберусь думаю съезжаем какое-то поле потому что ехать невозможно где-то раз раздолбали новые дороги по полю едут люди просто в ахере за нами как за танком пылище стоит такая же света божьего не видно я такое когда-то видал когда ехал на фуре однажды было из карасукты павлодар там павлодар новосибирск те еще советские времена восемьдесят девятом тоже постепи вдоль столбов ехали но кто был восемьдесят девятый а это же сейчас современная украина между двумя областными центрами между и это прямая дорога и показать о как идет фура смотрите как здесь зерновоз этот может проехать как это сколько тут колес валяется сколько тут чего еще стоит автобус что там было написано что там было написано на нем а дай вам бог счастливого пути автобус какой-то типа кафешки класс старый раздолбанный почти как едем на крапивницкий это для меня запомнится навсегда думал не буду показывать и он далеко-далеко люди пылят вся такая дорога едем по полям где-то хрен его знает а между двумя областными у нас в беларуси такое даже представить невозможно даже самым захудалом колхозе пардон за слово я такого не бачу никогда то что делается здесь это это вред не говорили что плохая дорога мол сюда не едят я куда говорит там тоже плохая здесь там тоже плохая но чтоб до такой степени я еще не видел ничего никогда ну едем что делать это ж кусок такой здоровый хоть бы доехать и назову этот ролик дорога смерти или смерть наверное как тут переехать то его бурдюр вообще какой-то что-то где-то когда-то что-то переливалось или смерть подвески вот такой сегодня мне не радостный получился ролик дорога я хотел как попасть на крупывницкий показать крапивницкий если бы я знал что тут такое творится я конечно бы сюда жизни бы не ехал объехал бы какими-то другими нам сказали то же самое ехать по киевской дороге на раздолбанно потом повертать на крапивницкий то же самое по щи шо а как до того крапивницкого объехать как до деда леся доехать до черкас из николаева то хрен его было знать кого я не спрашивал говорит что дорог тут нема ну я думал нема то нема накажу то что я убачил это это шок это ужас не ну чё я все-таки делаю вот этот ролик коротенький анонсик все-таки показать мне много раз писали вот покажи все-таки правду какая тут есть дорога у нас какие тут дороги мол в николаевской и далее туда в области кировоградской крапивницкой как и назаро правильно называется ну то что вы думаете я еду 10-20 километров час а бы я до вечера приехал я уже два часа еду а проехал 30 километров может не проехал за два часа 30 километров а ты ж тут поедешь черт знаю обещают что там дальше вроде получше дорога будет что это закончится пардон за слово блядство издевательство я злой до такой степени ну потому что я злой до такой степени что уже нема терпения бачишь кого не было кого послухать казали не едь мол туда а куда едь вот куда едь никто ничего не сказал надо чтобы был опять на днепровоза сейчас это огромный круг или ехать по одесской дороге а потом где-то шукать другую дорогу тоже кругами а тут вроде прямая дорога было написано 180 километров от николаева до крапивницкого думаю что там 182 часа дороги даже если будешь 90 ехать ну пускай три часа если будет 60 ехать но не такое ладно выключаю пока все